На этой неделе завершился цикл личных индивидуальных встреч с главами администрации муниципальных образований. В фокусе внимания, конечно же, были вопросы реализации программ, которые направлены на изменение облика сел Чувашской Республики. Особое внимание уделили программе капитального ремонта образовательных учреждений. Их в этом году капитально ремонтируется 90 учреждений. Это новая программа, которую мы запустили в Чувашской Республике в текущем году. И за пять лет планируем полностью реконструировать все образовательные учреждения, которые имеют износ 50 и более процентов. Президент дал поручение запустить аналогичную программу с 1 января следующего года по всей Российской Федерации. И, несомненно, это повышает наши возможности по ее реализации. Какой тематике посвятить наступающий год? И здесь мы активно опрашивали людей на различных ресурсах. И сформировалось несколько наименований. Это год именитых земляков. Это год инновационного технологического развития. Или год подвига и героизма медицинских работников. Год культурного и духовного наследия. Год гостеприимной Чувашии. Год космических достижений. Или год села. Это основные темы, которые набрали максимальное количество предложений и максимальное количество голосов. И в ближайшее время мы ждем дополнительной активности людей с тем, чтобы окончательно определиться с наименованием года. Порадовали данные по экспорту. Чувашская республика приросла по этому показателю более чем на 28% относительно прошлого года. 79 предприятий активно экспортируют или поставляют свою продукцию в страны дальнего и ближнего зарубежья. Радует, что это высокотехнологичные предприятия. Если говорить по направлениям, это, конечно же, химическую отрасль. Отрасль электротехники. Даже агропромышленный комплекс поставляет за рубеж продукцию уже переработанную, высокодобавочную. Тем самым поддерживая и развивая отрасль сельского хозяйства. Если говорить о планах на следующую неделю, то это, конечно же, участие в выставке «Армия-2021». Здесь запланировано очень большое количество встреч с представителями федеральных органов и исполнительной власти, которые работают в оборонно-промышленном комплексе. Конечно же, главная задача выработать пути взаимодействия по поддержке наших предприятий, которые взаимодействуют с оборонно-промышленным комплексом. Кроме этого, намечены встречи в органах исполнительной власти федерального правительства с тем, чтобы обсудить отдельные направления развития Чувашской республики.